А, это сдавать тару, точно. А вы сами когда-нибудь сдавали? Ну, конечно, а как же. И бутылки пластиковые принимают, и банки. Будете пользоваться этой услугой? Да, наверное. Наверное, буду. Для дальнейшей переработки же это все нам нужно. Мы собираем, чтобы использовался этот материал в другом назначении. Экономно, экономно. Меньше мусора. Не забивается мусорный провод от этих бутылок. Это нужно дело, как думаете? Обязательно. Почему? А потому что они будут все везде валяться. Надо людей воспитывать, приучать к порядку. Самое главное. Ну, у нас стоит, в принципе, в пригороде лесное такое, но не пользовались сами. А почему? Сложно? Да нет, не сложно. Будете пользоваться? Конечно. Если в шаговой доступности будет, не где-то за километры. Сами пользуетесь? Нет. Будете? Ну, вообще, если будет как бы удобно, это естественно, почему бы нет. Нужны такие фандоматы, аппараты для вторичной переработки сырья? Я думаю, что да. Потому что людям же надо куда-то девать пластик, железные банки и прочую такую тару, которую можно переработать. Ну что ж, внести свой, пусть небольшой, но такой важный вклад в экологию может каждый из нас. И, как показал наш опрос, люди готовы это делать. Главное, чтобы это было удобно. И вот насколько действительно ли это легко сделать, мы сейчас попробуем. У меня в руках бутылка. Она должна быть обязательно пустая, чистая и со штрих-кодом. Именно так аппарат сможет ее распознать. Ну что ж, пробуем. Нужно положить штрих-кодом вверх. Происходит сейчас подсчет. Здесь есть уникальный код, который можно зарегистрировать в личном кабинете на сайте ecopunk.ru